Семья Серовых У Катерины и Владимира пять дочек. Семья живет в трехкомнатной коммунальной квартире, две комнаты которой принадлежат нашим героям. И несмотря на явную нехватку квадратных метров, здесь всегда рады гостям, друзьям и, конечно же, детям. И папа считает себя самым счастливым. Пять любимых и любящих дочек. А ведь такой дар дается не каждому. А наш герой не остается. Слезы утри, по жизни идет и смеется. Вот он, смотри, он сам счастливый из нас, избранный небесами. Он во мне старый баркас, а фреган с парусами. И в чем же причина тогда? Две обычные строчки. Ждут его дома всегда его папины дочки. Ну, дело в том, что, как говорят, человек предполагает, да, а Бог располагает. Понятно, что когда родилась первая дочка, то мысль такая, что неплохо будет, чтобы второй был сын. Вот. Ну, родилась вторая дочка, потом третий ребенок. Мы его, в общем-то, не планировали, он получился у нас. Вот, вот, получился. Ну, и, конечно, где-то там в душе я наделал. Ну, наверное, все-таки сын. Твердый мы тоже не планировали. Ну, наверное, все-таки. И все друзья. Ну, Володя тоже. Ну, тоже дочка. Ну, и пятая родилась. Ну, что ж так? Что ж сделаешь? Ничего. Все нормально. Моя мужская самолюбие в этом абсолютно не страдает. Как водится, маме пришлось не раз выслушивать заказы от детей на сестренку или братишку. И здесь успели даже привыкнуть к рождению именно дочек. Семейная статистика, с ней не поспоришь. А старший поступал заказ на сестренку. Когда я спрашивала у нее, почему бы не родить брата, она говорила, что не хочу брата, он меня будет бить. Я говорю, почему бить? Но, видимо, у ее подруг были брат и сестры погодки, и вот у них какие-то драки были, наверное, на ее глазах. И она поэтому очень не хотела брата. А когда ждали третью дочку, и как бы неизвестно было, там УЗИ точно не показывал, дочка там или сыночек, и вот Катя и Аня в оба ухом не кричали, сестренку, сестренку, такое было дружное скандирование. Вот. А когда ждали четвертую, Анечка вторая сказала, говорит, ну, может, для разнообразия хоть братика родим. Я говорю, нет, я уже привыкла к девочке, дочке, поэтому мне лучше дочки. Сейчас, глядя на семью Серовых, и не подумаешь, что в их жизни были большие трудности. Тем более, если учесть, что эта семья родилась в начале девяностых. Не лучшее время в стране. Инфляция, безработица. Катерина вспоминает, как ждала первую дочку, как было тяжело. Да, да, вот с первым ребенком, когда мы жили, ну, это вообще были такие годы страшные, это перестроченные годы, это 91-й год, как бы материально было очень сложно, и мы переживали, да, как и что, как мы вырастим, как мы будем кормить. И когда у нас родился ребенок, вообще все окружающие были против, да, вот особенно родственники, говорят, что в это время не рожают, что вы делаете. Но получается так, что на самом деле Бог даст дитя, и Бог даст на дитя. Постепенно, потихоньку, почему-то, с прибавлением в семействе, на самом деле росло именно благосостояние. И на нашей семье это очень яркий пример, что Бог дал дитя, и каждый раз Он дает на дитя столько, что хватает не на этого дитя, а хватает на всех. И я повторяю, с первым ребенком, даже с двумя детьми мы были более бедные, и более незащищенные именно материально, чем вот сейчас. А с пятым ребенком так вообще у нас уже все хорошо. Не надо бояться, надо жить с верой, и если есть ребенок, если вот он будет, значит, ни в коем случае не совершать эту жуткую ошибку, когда многие идут, делают аборт и так далее. Ни в коем разе. Потому что человек сам себя объединяет, просто он не понимает, что он делает. Не понимает. Он сам себе рушит жизнь, если вот он, если женщина пошла делать аборт. Пусть даже вот нет поддержки от супруга, но если есть ребенок, он должен быть. Это жизнь. Если она попала, значит, должен родиться. И этот ребенок принесет счастье. И каждый ребенок принесет счастье и удачу в жизни. Потому что, опять же, повторяюсь, Господь дает дитя, он и даст на дитя. Только человек, к сожалению, слабый, он не верит в это. Вот он думает, что будет тяжело, будет денег не хватит. Вот самая великая глупость любого человека, что ему кажется, что денег не хватит, он прокормит ребенок. Глупость несусветная. Наоборот, будет еще больше, будет больше уважения, будет больше тепла и любви. Если вот этот комочек дорогой, вот он начинает жить, у человека появляются силы и появляются новые возможности. Ведь наш мозг так устроен, что там неисчерпаемый кладезь возможностей, понимаете? Если есть ребенок, сразу тут же подсказывает, как мне сделать. Тут же находятся какие-то возможности, работа там, еще чего-то, понимаете? Люди находятся добрые, которые начинают помогать. Помогают, правда, не все. Владимир и Екатерина уже с юмором относятся к решению властей не помогать с жилищным опросом. Мог, достаток у вас выше среднего, поэтому сами справитесь. Так уж считают в обществе, раз многодетные, значит малоимущие. И если семья большая и не бедствует, то помогать ей не нужно. Да, я думаю, что Бог даст нам силы именно решить жилищную проблему. Мы хотим ее решить в ближайшее время. И опять-таки с прибавлением семьи я верю, что все будет прибавляться. Потому что Бог дает возможность именно решить материальные проблемы. Он не как манну небесную дает. Нам деньги не сыпятся с неба. И нам никто не подает их. У нас нет спонсора, у нас нет никакого доброго, богатого дяди, который бы давал на пропитание. Но Бог дает возможность, и эту возможность мы всегда реализовываем. Но мы никогда и не ставили цель найти спонсора, найти благотворителя себе. Мы сами хотели быть благотворителями. То есть наша мечта была, которую мы сейчас уже немножечко осуществляем, помогать другим, помогать слабым, маленьким. Мы когда строили семью, мы не думали, да в общем-то и никто не знает, сколько будет детей. Ну вот так, какое-то дело. То есть мы не боялись вот этих трудностей. И где-то, видимо, под спудом вот сидела у нас вот эта вот известная вот эта фраза, что Бог дал дитя, даст и на дитя. Понимаете? То есть мы не боялись. Раз дает, значит, мы только мобилизовались. Я только вот когда еще бизнеса не был, я только думал, так, раз ребенок, значит, надо еще какую-то работу найти. Надо еще что-то приработать. И у нас с Катей никогда не было мысли, что вот идти просить чего-то там, вот идти вот кто-то бы что-то дал, государству бы помогло. То есть такая активная позиция жизненная. И я был всегда, в общем-то, уверен за себя. Я знал, что ничего, заработаем. В смысле материальных благ каких-то, ну, чтобы хотел нажить хотя бы, да, накормить, одеть и так далее. Вот. И поэтому я думаю, что это в основном от внутреннего сознания человека. Если ты внутренне не боишься трудностей, если ты внутренне чувствуешь себя уверенным за свою жизнь, за свою судьбу, судьбу своих детей, то ты не будешь никогда быть каким-то обездольным. Володя и Катя родились в многодетных семьях. И хотя детские впечатления у них разные, итог один. Я родилась младшим ребенком в семье, где уже были большие дети. Старшей было дочке, ну, моей сестре старшей было 14, брату 13. И вот я родилась. И так как я вырастая уже их почти не видела, они кто ушел в армию, кто, вот сестра замуж вышла, мне было очень скучно. То есть получается, что я росла одна. И мне очень хотелось, чтобы я в своих детях увидела в глазах не тоску, а увидела именно радость общения. Вот мне не хватало очень общения. И поэтому я всегда думала, что у меня будет двое, ну, трое детей. Но получилось больше. Я воспитывался в многодетной семье. У нас у мамы пятеро. Вот, у нас старшая сестра и четыре брата. И вот, и я вспоминаю свое детство. Детство было очень веселым и насыщенным. То есть таким, он действительно насыщенным событиями. Потому что, ну, каждый ребенок – это личность. И у каждого своя судьба и так далее. Это очень интересно. И поэтому я, что касается меня, я не боялся. Вот этого многодетства. Сколько будет, сколько и будет. Как вот в семье, какие отношения среди супругов и какие отношения в семье к жизни. Такие, в общем-то, на этом пример для детей, правда. И мы с Катюшей себе сказали, что у нас будет все прекрасно. У нас никогда не будет грусти, никогда не будет. Мы будем жить, радоваться жизни, будем воспитывать детей и будем идти достойно по жизни. Владимира к вере привела супруга. У Кати в роду все люди православные, верующие. Ее дедушка был протеереем. Он по Подмосковью поднял семь приходов. Он служил с 1949 года по 1977 год. Вот последний его приход был в Шатурском районе, в деревне Лузгарина. И я знаю, что ему оставался год до служиться до Митры. Вот. Он интересный был очень такой. Духовник он закончил еще до революции семинарию рязанскую. И он тоже был в семье священника, их было тоже много детей. Но из-за того, что началась революция, никто дальше не пошел по стопам отца, а только мой дедушку был старший сын. И я у него, наверное, много духовного и почерпнула. Конечно, очень жалко, что я мало с ним общалась. Он умер, когда мне было всего 10 лет. Но я чувствую его помощь до сих пор. Он интересная личность. Я до сих пор знаю несколько его духовных чат. Вот, общаюсь с ними. И для верующих вообще это все интересно и несложно, и не страшно. Если человека нет рядом, он все равно помогает. Мы всегда жили с верой. Мы всегда... Катюня у меня, она вообще родилась в православной семье. И она для меня пример. Потому что я-то не был. Я был всю жизнь комсомольцем. Коммунистом чуть не стал с советские времена. То есть я такой был, атеист. Вот, с ней познакомился. И благодаря ей, в общем-то, я нашел действительно вот эту правду истинную жизни, что с верой. С верой в Господа. С верой. И если ты веришь, действительно веришь искренне. И он же никогда не оставит. Надо верить. Верить в свою удачу, в свое счастье. Молиться, быть честным. Вот в такой позиции, я думаю, все будет нормально. И даже если есть какие-то лишения, если ты знаешь, что... Если ты со смирением и с верой принимаешь эти какие-то трудности, то, в общем, жизнь нормальна. Семья Серовых так и живет. С верой и надеждой. И, конечно же, мама с папой очень надеются на своих дочек. Они и не подводят. У каждой есть свои обязанности и права. Мои обязанности по дому, когда я мою посуду. Иногда, если Катя скажет мне помочь, я могу сделать чего-нибудь, порезать чего-нибудь. Иногда я могу подмести, что-нибудь почистить. У старшей обязанностей больше. Нужно следить за каждой, чтобы каждая была обута, каждая одета, накормлена, чтобы каждая училась нормально, чтобы не были как разгильдяки какие-то, то есть бегают, вообще ничем не занимаются. Поэтому и позволяют ей чуть больше, чем остальным. То есть я могу, как хочу, допустим, обустроить комнату, я могу выбрать лучшее место, допустим, компьютер, чтобы у меня стояло там, ну, вот такие вот мелочи какие-то. Честно, денег мне, наверное, больше дается, то есть вещи, все вот это вот. Все по мелочам, но все равно это есть. Советуются родители со мной всегда. Среди всех обязанностей есть у дочек и одна на всех накормить семью ужином и обедом, иногда еще и завтраком. Мы попали на приготовление фирменного блюда, запеченной курицей и салата. Пытаемся выяснить, что за салат и из чего он готовится. Мы сейчас пробуем салат сделать. Мы за огурчиком. Пробуем салатом, с майонезом, с кокуртусом, с сливочками. Когда на кухне одни девчонки, то можно и посекретничать, и даже раскрыть самые заветные желания. Я хочу, я могу, чтобы дед Матрос мне что-нибудь подотел, что-нибудь красивое, какое-нибудь украшение. Или колечки. Наверное, проживание стать принцессой, да? Да. Я хочу еще косметику мне новую купить, чтобы краситься не сильно, детскую косметику. А еще я хочу, чтобы кто-нибудь мне дожил на день рождения чего-нибудь красивое и по-настоящему понял. Какую-нибудь, ну, малышку и чё. Соперничества среди дочек Серовых нет. Здесь каждая за себя и за других сестер ответ держит. Одна за всех и все за одну. Это про них, про неразлучную пятерку. Я просто смотрю на своих подруг, допустим, у которых вот нет сестер, братьев, никого. Им скучно, чего они делают. Они только гуляют, там, еще чего-то. У меня есть забота, у меня есть там какие-то ответственности за кого-то. То есть это интересно, это не скучно. Ты не сидишь дома и не скучаешь абсолютно. Вот, там, малышам тоже есть поиграть с кем. То есть не надо постоянно там в гости куда-то идти. Есть и здесь все, с которыми можно поиграть, там, пошалить, что-то еще такого сделать. Я тоже так же представляю свою семью. В семье две Кати – мама и старшая дочь. Почему было принято такое решение, рассказал папа. Когда мы встретились, у нас возникло очень большое чувство. То есть безумное просто. И как-то первые месяца как-то у нас не так все просто создавалось. И даже, и даже, где-то даже стал вопрос о том, что вот все-таки не получится у нас вместе быть с ней. И когда мы узнали, что у нас будет дочка, то я, конечно, Катю попросил, говорю, Катюш, если родится дочка, то только Катя. Это то, что была Катя, потому что, ну, видимо, не видимо, а именно от того, что я очень любил. И люблю до сих пор свою жену, и тогда еще не жену, но было очень большой чувство. Поэтому я ее просил, говорю, если будет дочка, то вот только Катюша. Катя, ты скажи мне, пожалуйста, сказку. Давай сегодня почитаем. Поддушок, кто говорит, пошел. Давай. Жил-был кот, дрозд и петушок, золотой гребешок. Две комнаты на семь человек. Пространство небольшое. Ведь иногда возникает необходимость просто побыть одной. Не всегда это получается. Но, к счастью, этот минус единственный в семье Серовых. Иногда в сердцах, думаешь, ну, хоть где-нибудь прикорнуть, отдохнуть, поспать, думаешь, устал. Вот. Но вдруг она понимает, что, в общем, уже, видимо, человек привыкает именно к такому образу жизни, когда вокруг тебя вот много шума, веселья. Нет такого вот именно места, уголка, ты можешь у Деницы абсолютно вот одной, чтобы одной сидеть. Только бывает очень редко, да, вообще нет дома никого. То есть все, когда разъехали, думаешь, одна посидеть дома. У Ани была другая история. И этот момент она вспоминает как самый трудный в своей жизни. Ну, я как бы осталась одна дома. Ксюша пошла ночевать вместе с Лизой к подружке. Кате тоже не было дома. А родители приехали очень-очень поздно. Я постоянно Ксюше звонила и спрашивала, Ксюша, когда ты придешь домой? Они не могут друг без друга и дня прожить. Они всегда вместе, всегда рядом. Аня и Ксюша вместе ходят в музыкальную школу. Там же училась и старшая сестра. Ну, я считаю, что музыкальное образование нужно любой семье. И многодетной в том числе. Старшая девочка, Катя, она уже закончила музыкальную школу. На пятерке закончила. Очень способная девочка была. Жалко, что вот по музыке она пока не пошла заниматься дальше. Но, возможно, что еще и поступит куда-нибудь. Может быть, даже в консерваторию. А сейчас занимаются Анечка и Ксюша. Очень хорошие девочки. Занимаются с удовольствием. И мне с ними очень приятно заниматься. В семье с этой мы очень давно общаемся, дружим. И мы очень хорошо понимаем друг друга. Потому что Катя уже занималась, теперь Аня и Ксюша. А подрастают Лизочка и Маша. Я надеюсь, что они тоже, когда подрастут, придут в школу и будут заниматься. Может быть, даже и у меня, в фортепиано. Когда ребенок занимается еще дополнительно в музыкальной школе, то он становится более организованным. Волей-неволей. Ему надо много успеть. И даже у него освобождается больше свободного времени. И ребенок развивается духовно. Это что очень хорошо. И, естественно, поэтому и в образовательной школе тоже начинает учиться лучше. Так что одни плюсы. Успеть все и при этом оставаться красивой и женственной. Для многодетной мамы задача непростая. Но не для нашей героини. Да все как-то складывается. Все складывается так, как должно быть. Потому что дети разнополые. Вернее, разновозрастные. И так как старшая, ей уже 17 лет, а младший 5 месяцев, все очень получается хорошо. Потому что у каждого свои обязанности, само собой. Каждый помогает в чем-то своем. И я думаю, что с одним ребенком было намного сложнее. Мама иной раз и пожурит папу, мол, с дочками слишком уж мягкие. Надо бы строже быть. А как с ними строже-то? Но порой возникают и серьезные конфликты. Правда, временные. На папу накричал, да, случайно, да. Вот, он, например, там говорит, ну там на меня ругается сначала. Вот, потом, ну там, он меня ставит в угол. Вот, потом я иду, прошу прощения. И он меня прощает. Потом все, сначала начинается дружба. Ну, я не могу по-другому быть. Они девочки, слабый пол. Как я могу с ними быть трудно? Конечно, я, есть вещи принципиальные, я им так не потакаю уж во всем. Но вот этот плюс, что ты приходишь домой, тебе бегут, обнимают, целуют, тебе рады. Ты приходишь домой, тебе рады. И ты радуешься. Это очень ценно, тепло, дома тепло, хорошо. Большая семья – пример для подражания. И мама Катя уже может посоветовать, что надо делать для создания счастливой семьи. Если девушка хочет именно создать семью, и если бы она еще была бы верующей девушкой, то, конечно, она должна надеяться на то, что у нее все будет хорошо, и верить в это. И просить помощи Божией. Это в первую очередь. И потом немаловажно выйти замуж именно, ну, по любви, наверное. Да, вот именно любить человека, уважать. И тогда проблем никаких не будет. Даже если у тебя будет один или пять детей, или десять детей. Я думаю, если ты с мужем одно целое, это не так страшно. Все беды, и все проблемы, и все радости все мы носим вместе на своих плечах. Так что это несложно. Сложнее все-таки, я думаю, я бы хотела сказать, что сложнее с одним ребенком. А когда их больше, чем один, это уже и детям интересней. И все-таки я понимаю, что настоящая семья – это, ну, минимум трое. Минимум. Все-таки двое – это хорошо, да. Но трое – это более полная семья. Все боятся проблемы. Я очень боялась. Я боялась, когда жила третьего ребенка, у меня такое очень негативное было состояние, очень страдающее состояние было. Я переживала. Но потом, когда именно ребенок родился, прошло какое-то время, я успокоилась, и я увидела, что это хорошо. Что они рады. Вот в нашей семье, слава богу, дети очень рады малышам. Они ждут. То есть мы с папой, пока я жду малыша, когда я беременна, мы очень готовим их. Очень серьезно готовим. Что вот, такая радость. То есть мы их радостно настраиваем. Родители воспитали детей так, что они с радостью вместе ждут рождения ребенка. И говоря о своей будущей семье, все девочки решительно отвечают, что они обязательно станут такими же, как их мама. Я хочу, чтобы у меня была семья, ну, тоже многодетная. Вот. И чтобы, как бы, там, веселая очень была. Ну, такая же, как и сейчас у нас семья. Я хотела бы, чтобы моя семья была тоже, наверное, большой. Я хочу, чтобы тоже было много детей. Каждый ищет свое место под солнцем. У каждого свое определение, что значит быть счастливым. В семье Серовых тоже нет единого ответа на вопрос, что же такое счастье. Ну, человек счастлив тогда, когда у него, когда он избавлен от забот, скажем так. Знаете, вот. То есть, человек себя ощущает счастливым, когда у него решаются проблемы или решены проблемы. Хотя жизнь всегда подсказка другие. Но согласитесь, что если чем меньше вот этих проблем, чем вот их... Ведь вы вспомните себя в детстве, когда мы были вообще беззаботно, счастливыми. У нас не было проблем никаких. Все за нас решалось. То же самое и для взрослого. Если бы человек любой взрослый мог бы устроить так свою жизнь, что вот у него нет заботы и хлопот, вот он будет счастливым. Счастье для меня то, что когда сидит счастливая мама, счастливая папа, счастливые детки рядом. Я не знаю, у меня такая картина счастья. Счастье для меня это, когда там... Меня кто-нибудь там развеселит. Ну, когда... Когда... У меня есть настроение. Я могу там... Когда со мной там кто-нибудь поиграет, там я... Ну, чтобы мне не было скучно. Много разных определений у счастья. Но вот для меня счастье... Это когда рядом люди, которых ты любишь. Вот, которые тебя любят, которых ты любишь. Вот это вот теплота. Чтобы дома было тепло. А тепло... Когда тепло, тогда и радостно, тогда и счастье приходит. Вот это и счастье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...